Не нанесена Получается все просто и непросто Над пучиною в просторах голубых На двоих у нас с тобою целый остров Целый остров на двоих На двоих у нас с тобою целый остров Целый остров на двоих Ты видел, как спутники летают? Видел. Как звездочки, только сверхбыстрые. Таких нет. Есть сверхновые. Никто не знает, что есть, а чего нет. А скажи, есть на Земле место, где никогда не бывает ночи? Нет. Есть. Ночи-то тень от Земли. Отлетишь от нее подальше, и вечный день будет. А, можно не отлетать. Можно искусственное солнце повесить. Опять ты со своей электротехникой? Опять. А спор наш помнишь? Помню. Я мороженое уважаю. Я ведь по-настоящему? Обязательно. Только сначала в сарае. А потом? Когда состоится? Потом? Потом? Состоится сегодня. Пошли на берег. Пойдем. Там же не дураки сидят. А Славка что, дурак? У него ж по физике одни пятерки. А ты что думаешь? Милиция физики не знает. Электротехника везде одна. Кто сомневается, на проверку может не ходить. Подключай сигнализацию. Открой. Сигнализация сработала. Закрывай. А ну, попробуй теперь. Понял? Подгорел, подгорел. Теперь будешь, или это Славку, мороженым кормить? Это ж по три порции в день. Это если вместе с выходными, так 270 мороженых получается. Иди отсюда. Рано обрадовались. Главная проверка впереди. Там не сарай, все настоящее. Да, ребята, а кто сомневается, может не ходить. У меня готово. У меня тоже. Может не надо. Считай, что я проиграл. Мне себя проверить надо. Ой, чуть не упал. Ящики какие-то. О, впереди свет. Вот это кухня. Тихо. Алтай, Алтай. Как слышите? Прием. Алтай слушает. Проверить пельменную на Приморской. Вас понял. Выполняю. Ничего не трогать. Ого, сколько пельменей. Их тут на целый город хватит. Ты чего? Стой, 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 ребята. Дымом пахнет. Милития, сигнализация сработала. Славка, беги. Удирай скорее. Отдай мне душитель. Горит же. Иди отсюда. Убери пацана. Пожарную вызывай. Есть. Здравствуйте, Павел Николаевич. Здравствуй. В прокуратуре у следователя ведешь ты себя глупо. Молчанку играешь. А кому это нужно? По-другому не могу. Я не предатель. Садись. Вот ты считаешь себя героем. А на твоем месте чаще всего молчат трусы. Мести боятся. Шефа. Вас ловят, наказывают. А он себе других дурачков подбирает. Никого я не боюсь. И шефа никакого не было. Я все сам. Другие не виноваты. Другие? Ну, хоть ты и молчал, а всех других мы нашли. Их судить не за что. Главный я. Ну, если ты главный, то, может, подскажешь, кто забрался в ларек около вашего интерната? Десять бутылок шампанского взяли и шоколад. Про шампанское не знаю. Мы же не воры и не преступники какие-нибудь. А вломиться в пельменную и поджечь склад, это что ж, по-твоему, не преступление? Отбери своих знакомых. Этих не знаю. А твои все? Больше никого в пельменной не было? Ну, что ж. Судить их не будут. Дело передадут в комиссию. В какую комиссию? В комиссию по делам несовершеннолетних. А тебе суда и колонии не избежать. Ты зачинщик. Будешь отвечать за свои поступки. Постарайся хоть там быть мужчиной. И пойми, что на этом жизнь не кончается. Ты парень умный, руки у тебя умелые. Учись там получше. А там разве учат? Учат. А как же обязательно учат? Трудно тебе там будет. Других мать ждет, отец. А я рад, что у меня никого нет. Радоваться этому глупо. Кому нужен сын уголовник? КОНЕЦ 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 Слав! Славка! Женя, пришел. Пусти, Славка, пусти, течет. А что это? Бери первые три порции. Так я же проиграл. Да ешь ты, пока не растаяла. Здравствуйте. Господи. Славочка, мальчик мой. Вернулся, постригли, ужас какой. И все из-за какой-то дурацкой пельменной. Ты не можешь себе представить, как я переволновалась. Ведь Женя наш тоже мог попасть в тюрьму. Спасибо тебе, Славочка. Ну что вы. На таких друзей просто молиться нужно. Выпороть бы как следует. Согласен. Да ты уже свое получил. А вот ты смотри у меня. Взламывать пельменные в наше время не самое яркое проявление индивидуальности. А если руки чешутся, милости просим ко мне. Интереснейшей экспедиции намечается. Скифы. Получите по лопате. Ну какие лопаты? Это же дети. Вы, наверное, хотите кушать? Спрашиваешь. Твое воспитание. Ну почему всегда во всем виновата я? Ты приезжаешь раз в год из экспедиции и сидишь над своими черепками. Я не могу с ним справиться. Он вырос. Мальчику нужен отец. И мать. Знаешь, Женька, там что не человек, то настоящая история, а здесь сплошная выдумка. Сэр, я восхищен. Еще не стукнуло 17, и рассуждаете как настоящий прокурор. Было бы 17, получил бы я в два раза больше. И вы тоже. Кушайте, мальчики. Может быть, еще что-нибудь? Да ладно. Ты заходи к нам, Славочка, почаще. Спасибо. Учти, за особо опасное преступление судя с 14 лет. Я же говорил, прокурор. Настоящий прокурор. Счастливый ты, Женька. Ты это серьезно? Женечка, ер, Женечка, спи, Женечка, учись, Женечка, не простудись. Да такое счастье взбеситься можно. Взбеситься? А ты знаешь, что я целый год мечтал искупаться. В море. Взбеситься. Жень, а бочка наша цела? Плавает. Так может. Гениально! Сэр, берите ласты. Теплая. С виду я тебе, Славка. Всего повидал. Лучше бы не видеть. Это тебе лучше, ты уже видел. А мне бы на пару месяцев для интереса. Глупо. Почему? Только без суда, конечно. Так сам. Чтобы уйти можно, когда захочется. Так не бывает. Все, что бывает, хоть лопатой греби. Скучно. Через год эти ста зрелости. Отец говорит, выбирай, что хочешь. А если меня никуда не тянет? Когда что хочешь, так и выбирать не хочется. Было бы что-нибудь такое особенное. Тоже мне супермен выискался. А чем плохо? По-твоему, быть как все лучше? У нас в колонии сидел один супер. Асом себя называл. Хвостун страшный. Я, говорит, хоть из-под земли, хоть с неба. Что захочу, то и уведу. Такое заливал про свою жизнь. И не боялся? Чего? Рассказывать. Да он не всем. Он только мне. Узнал, что я на следствии никого не выдал. Ну и принял за своего. Такие, говорит, молчаны. Это меня молчаном в колонии прозвали. Нам в самый раз подходят. Выйдешь, топай прямо туда. Асом сделают. Куда туда? Назвал какой-то он адресок. Врал, конечно. Я в нашем городе про такое не слыхал. Не то погонный, не то прогонный. А может, не врал? Врал. Подполковник Тимаков давно бы этот адресок нащупал. Я ж вас никого не выдал. А он всех нашел. Кроме меня. Просто повезло. Знаю, почему повезло. Ты чего это, хмурый такой? Еще не очухался после горкома. А, парили? Было. Ну, значит, за дело. Как тебе сказать? Ну, ладно, я в твои секреты не лезу. Да какие секреты? Волосатики всякие. Начальство меня ругает за то, что я жду. А я чувствую, что за шпаной за это есть какой-то человечек. Даже кличку его знаю. Чемпион. А вот зацепиться не за что. Хитрый черт, осторожный. Вот я и тяну. А начальство меня ругает. Ты в парк Комкан зачем пришел? Помощи пришел просить. Дружинников и твой оперативный комсомольский отряд. Не выйдет. С отрядом придется немного подождать. Он мне сегодня нужен. Сейчас. Ты моим ребятам оружие дашь? Не дашь. Не имеешь права. А я не хочу, чтобы полосатик там всякий. Мы их ребят калечили. Вот выучатся. Самообороне без оружия. Тогда, пожалуйста, забирай. Жаловаться буду твоему секретарю, что у него не члены порткома, а няньки из детского сада. Няньки и есть. Пока с вашим тренером договаривались, сколько времени прошло. А сейчас занимаются ребята. Вот пройдет немного времени, тогда получишь настоящий боевой отряд. Значит, не дашь? Нет. Ну ладно. Знаешь, Токуприянович, есть у меня к тебе еще одна просьба. Вышел из колонии один парнишка. Ну, я уже звонил к вам в кадры. Так ты проверь, чтобы его приняли на завод. Проследи. Гунько его фамилия. За ним ничего особенного не числится. Выходит, и ты, дружище, у них за няньку. Выходит. Звонили тут насчет тебя. Что-то милиция у нас добренькая стала. А у нас тут не артель по производству подковок для сапог. Ты тоже на работу? Я так просто. Как это так просто? Посмотреть, как на работу принимают. Делать нечего. Каникулы. Ну вот иди и гуляй, раз каникулы. Не мешай людям делом заниматься. Иди, иди. Ну что ж, сэр, если вас будут плохо принимать, возвращайтесь на нашу бочку. А при чем тут бочка? А, Иван Куприямич, заходи. Подожди там. Позову, когда освобожусь. А ты закончи с парнем, я не тороплюсь. Э, с ним так быстро не закончишь. Ну иди. Подсовывает, понимаете, или всяких. Да людей не подсовывает. Направляют, совершенно верно. Но куда я его дену? Кому я его направлю? Вопрос? Может быть, к вам? Ко мне. Вот именно. А я серьезно. Серьезно? Иван Куприямич, мое дело предупредить, а вы смотрите сами. А я уже шестой десяток досматриваю. Оформляй и присылай ко мне ученики. Ты кого и ищешь-то? Санаторий тут строить будут. Вот так. Все старье начисто снесут. Тут всего два жилых домика осталось. Ежели ты к нам со старухой, то вот сюда. А ежели нет, то вон крайний. Мне в крайний. КОНЕЦ КОНЕЦ Вам плохо? Воды? Что с вами? Вы не ушиблись? У нас там все перекопано. Это какой дом? Вот оно в чем дело. Вы адрес перепутали. Это дом номер семь. А вам какой нужен? Кажется, этот. Ну, раз этот. Проходите. Отгадайте, как я сюда попал? Не знаю. Пожалуйста. Есть у меня дружок. Из тюрьмы недавно вышел. Да вы не бойтесь, никакой он не преступник. Так просто, по глупости. Детская игра. Там ему про этот адресок и наболтали. Что наболтали? Всякое, что здесь суперменов делают. А здесь супердевушка живет. Комплимент незадачных. Помогите лучше. Но вы-то, как вы могли поверить? Я не поверил. Я о такой улице не слышал никогда. Только сегодня узнал, что есть. Отчаянный. Скажите, а что бы вы делали, если б здесь действительно бандиты жили? Я бы сказал главарю, меняйте квартиру. Если они знают столько людей, это уже не секрет, опасно. Поставьте. Обязательно передам ваше предупреждение. Кому? Главарю. Да-да, не забудьте, пожалуйста. Кстати, как вас зовут? Ля-ля. Где мы уходим в плаванье, Где нас волна зовет. Но знают в каждой гавани, В любой заморской гавани, Залет и наш завод. Не то играешь. Ты что, заблудился? Тут ми. Иди сюда. Э, у нас двери есть. Батя, не как пополнение? Учеником в бригаду. Уголовный элемент, батя. Ладно, сам расскажет. Вот, прислали. У нас здороваются, а у вас? Тоже. Здравствуйте. Степан. Василий. Костя. А сколько? Люба. А меня Славка. Кунько. Отличка. Степан, подожди. Человек, может, болел? Не болел я, а сидел. А подробностей можно? Можно. Только в последний раз на эту тему. Поверите? Хорошо. Не поверите, как хотите. Ну... Вот это разговор. Садись сюда. Ну, вот, значит, это теперь твоя бригада. Считай, семья. Я бригадир, мой заместитель Глеб. А с остальными ты уже познакомился. Ну, и постарайся так, чтоб мы тебе поверили. А то, какая семья без доверия? А? Постараюсь. Ну, была пельменная. Ночью двери на сигнале. Знаете, что это такое? Примерно представляем. Пробовал открыть. Не для воровства. Себя хотел проверить. Сумею ли? Сумел. Наивный вопрос. Сумел бы, не сидел. Да, сработала сигнализация. А потом еще пожар. Он был монтером Ваней. Но в духе парижан себе присвоил звание электротехник Жан. Маяковский. То Жан, а я Славка. А ты не сердись, шутят. Надо было сначала дом попробовать. А где тот дом? Я в интернате жил. Двери в сарае засигналили, получилось. А в пельмены подвела электротехника. Подвела, говоришь? Костя, а ну дай бумагу. Покажи, как ты сарай засигналил. Схему, что ли? Да. Вот именно. Понравился ты бате. Спать и на чердаке можно. А он к себе. Такое впервые. А он у вас за коменданта? Да это его личный дом. Понял? В общежитии мест не хватает. Дорого берет. Ну и дурной же ты. Вон туда. Все, батя? Все, иди спать. Откуда это? А? А, с фронта. Трофеи. А вы что, воевали? Воевал. У меня тут еще пистолет висел. Красивый. Пришлось сдать. Все было. На-ка вот стели. А ловко у тебя получается? Привык. Сначала в интернате, а потом. Я вот после фронта тоже один остался. В этом доме до войны весело было. Шумно. Мать с отцом, жена. Двое братьев с семьями. А пришел мне кого. Хоть бы один кто-нибудь в живых остался. Хотел спалить его с горя. Да хорошо, что не сжег. Пригодился. Ну ладно, ложись. А почему ваш дом гостиницей называют? Гостиница есть. Долго здесь не живут. Кто не служил, в армию провожаем. А кто отслужил, женится, завод квартиру дает. Так вот оно и идет. Ну ладно, спи. Завтра вставать рано. Ну как? Ничего. Ты чего смеешься? Человек чумой переболел, а тебе весело. На, надень. А то будет разглядывать каждый, как на выставке. Иду. И общее от солнечного удара предохраняет. Между прочим, Костя наш лучший сварщик. Привет. И в электротехнике не хуже тебя разбирается. Сварочный аппарат усовершенствовать хочет. А ты говоришь, пельменная. Ну хватит, договорились же. А Сколь, что это там делает? А это он со своей любовью разговаривает. Разыгрываешь. Подними голову. Ну чего вы? О чем это они? А вот влюбленных подслушивать нехорошо. Пойдем. А где Куприяныч? А он своего постоянного места не имеет. По всему кораблю мотается. От Киля до Клодика пройдет. Каждый шовчик проверит, погладит. Ты с кем работать хочешь? С Костей можно? Ну что ж, договорились. Ну вот здесь я и живу. Ничего. О, здорово устроились, сэр. Персональный автомобиль. Жаль, что не умею. Подкатил бы к ней на шикарном лимузине. Кому это, к ней? Да есть один человек. Вот девчина. Она такая, я не видел такой нигде. Ни в театре, ни в кино. Скульптором бы стать Славка. Я бью его в мраморе, в бронзе. Антика. Ну чего ты? Увидишь, не так засвестишь. Пойдем со мной? Сегодня не могу. Дежурю по гостинице. Нужно убрать, подмести. Чучело ты бездушное. Ты хоть бы спросил, где я с ней познакомился. Не знаю. Отгадай. Могу сказать. Считай, что ты нас познакомил. Хватит заливать. Точно. Помнишь, мне на бочке един адресок назвал? Ну? Так это ее адрес. И ты сам туда пошел? И улица такая есть. Чего ты на меня глаза пялишь? И улица есть, и дом. И ничего там такого нет. Наврали тебе в колонии. И ничего здесь интересного. Гола как-то, железо. А я люблю, чтобы песочек, пляж, много людей и чтобы музыка. Здорово танцует. Ты балерина? Исчезнете. Знаешь, чего я боялся? Чего ты боялся? Что ты не придешь сегодня. Ну и что было бы? Не знаю. Было бы затмение солнца. Слишком сложно. Искал бы меня, домой бы пришел. Нет. Почему? Ждал бы тебя на причале, как условились. Весь день. И день, и неделю, и год. Пришла бы, не могла не прийти. Почувствовала бы и пришла. Телепатия. Мысли на расстоянии. Поехай лучше на берег, фантазер. Так всегда. Когда щепуха привычная верят, а когда что-нибудь необычное смеются. Красивая, правда? А, голая, как рыба. Что там ты, рыба? Паляна. А, голая, как рыба. Паляна. А, голая, как рыба. Паляна. Крыша. Паляна. Крыш. Опять на твои? Нет. Кто-то недавно сказал, когда привычные верят, когда необычные хмурятся. И тебе не стыдно? Ля-ля. Это мой новый знакомый Женя. Петрусь. Ля-ля, Стасику плохо. Ты могла бы сейчас подойти к нему? Конечно. Хочешь познакомиться с моими друзьями? Да я... Поведу им потом. Пошли. Где вы работаете, молодой человек? Он не работает. Школу закончил и поступать готовится. Сочувствую. У вас острое нервное истощение. Вам просто крайне необходим длительный отдых. В вашем возрасте явление довольно редкое. Вступительные экзамены. Сочувствую. Так вот, одно лекарство вы достанете в любой аптеке. А вот за вторым вам придется побегать. Спасибо, доктор. Ну, я смотрю, друзей у тебя много. Да. Достанете? Поскорее выздоравливай. Спасибо, доктор. До свидания. До свидания. Перепишите название лекарств. Жень, иди сюда. Поможешь нам? Или домой пора? Ну, почему домой? Конечно, с вами. Молодец, сейчас поедем. Четыре такси, пожалуйста. Приморская, два. Да-да, сразу четыре. Нет, не свадьба. И, пожалуйста, побыстрее. Салют гиганта! Здорово! 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 Привет! Привет! Слава! Гунько! Здравствуйте! Здорово, здорово, хлопчик. А я уж думал, ты обиделся, не узнаешь. Да что вы! Ребята! Да вы посмотрите, наш Славка все милиции известен! А шутить тоже с умом надо. Обидеть-то проще всего. А мы не обидим. А от шуток не полиняет. Наш он теперь из нашей бригады. Да если бы мы Славку знали раньше, мы бы до суда не допустили. Точно. На порокий порядок. Мы бы из него сами сделали человека. Правильно я говорю? Павел Николаевич, здравствуйте! О! Ну что я говорил, снова милиция эспа, спокойно. Здравствуй, Слава. Ну как? Прижился молчун? А откуда вы мою кличку знаете? Я за это зарплату получаю. Слушай, Слава, ты там в колонии не слыхал такую кличку? Чемпион. Чемпион? Про такого не слышал. Ну ладно. Здравствуйте. Заходите, чего вы стоите? Здравствуйте. Заходите. Здравствуйте. Здоров. А волосы где оставил Голуба? Он их пельменные потерял. Неужели из тюрьмы? Из санатория. Не умче, пограти. Здравствуйте, Павел Николаевич. Здравствуйте. Вы понимаете, всякую шпану на ковер тащат. Хотя бы подумали, кого ведут сюда. Самбо это оружие. И доверять его подонкам преступления. Я этот народ знаю. Марш отсюда. Марш отсюда. Продолжайте, пожалуйста. Славка, вернись. Да идите вы все. Свистать всех наверх. Батя ужин приготовил. Норовистый парень. Я с ним по-хорошему, открытым текстом пару раз, ни в какую. Вырвался и убежал. А чего волноваться? Ей захочет, придет. Никуда он не денется. Вот-вот. Правильно. Кушайте на здоровье. Умаялись, бедненькие. Завтра вам вставать рано, а я пошел. Бать, а ты куда? Я б тебе сказал. Будь ты в разведке и оставь хоть одного раненого на той стороне, я б тебе сказал. А ну, пошли. А ну, пошли. Все из-за твоих дурацких шуточек. Ладно, не нашел. Нету его, батя. Все обыскал. А вы кого ожидаете? Иди-ка ты отсюда. Идиот! У нас здороваются. Здрасте. Ну, а работать кто будет? Идем со мной. Ты слушай, что я тебе скажу. Ты перестань обижаться. Что заслужил, то и получил. А оттуда с оркестром не встречают. Скажи спасибо, что ребята от тебя не отвернулись. Не спали сегодня всю ночь. Барышня какая, ищи его по всему городу. Ты понял? Понял. Бери пока горячее. Бери. Не получилось у нас с Молчуном, а жаль. Там Тимаков глаз положил. И потом эта бригада. А Женю терять нельзя. Теленок он, сосунок. С ним дела не будет. Так уж, так уж. А вы кем были до того, как я вас в люди вывел? Гитарю в подворотне. Ты говоришь, теленок, сосунок. Для другого мнения. Петрусь. Давай рассуждать разумно. Если мальчик плюнул на наш адресок, значит, есть в нем что-то. Логично? Логично, таких терять нельзя. Мальчику скучно. Мальчику хочется приключений. Для мальчика надо придумать интересную игру. Увлечь. Вы же увлеклись. Ну, можем взять его в поселок. Можем. Годится. Только поближе к Ляле. А адресами займешься ты сам. Об этом мы уже говорили. И главное, не пропустить день расчета. Там предвидится приличный гонорар. Шеф, с нами? Зачем? Вы уж достаточно созрели. А я буду с вами душою. Понял. Ну, вот и с Богом. Твои друзья мне нравятся. А Стасика мне жалко. Глаза у него, как у лошади, которой больно. В какой институт он поступает? В театральное училище. Ни за что бы туда не пошел. Быть актером. А в жизни все актеры. Это ко мне не относится. А я тебя не имела в виду. Ты еще маленький. Хотя и очень большой. Еще хочешь? В милицию не хочу. А мне сейчас хоть на самый полюс. Хоть белым медведям. Океан, льды, сияние. Там слишком холодно. Ладно, вулкан, в лаву. И тебе меня не жалко. Жалко. Не полезем. Здравствуйте, хозяин. Здрасте. Извините, пожалуйста. Мой отец ищет хорошую дачу. Но нам сказали, что ваша продается. Опоздали. Дня бы на два раньше. Жаль. Уже договорились. Ну а что, переиграть никак нельзя? Поздно. Документы уже на оформлении. Да? Да. Ну извините, пожалуйста. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Порядок. Девятое. Девятое. Не курить и не употреблять спиртных напитков. Десятое. Участвовать в художественной самодеятельности. Одиннадцатое. Не допускать неявки на работу по неуважительной причине. Двенадцатое. Не допускать опозданий и не отвлекаться посторонними делами. Все. Личный перспективный пятилетний план. Это ты все сам сочинил? Ну, кое-что я подсказал, посоветовал. Человек же впервые. Я так и думал. Что решим, ребята? Хм. Все правильно. Если Костя ручку приложил. Железно. Да. Написано красиво. Только уныло как-то. Вот именно. Скучновато получается. План это вам не комедия. А план? Скучновато. А может, а если... Верно, Костя, не комедия. План это мечты. Мечты о будущем. С этим засохнешь через месяц, а он его на пять лет. Ребята, это что ж такое? Скоро концерт, а вы здесь идите прохлаждайтесь. А ну, марш, скорее одеваться. Подожди, подожди. У ребят же первый концерт. Успеем. Пока это не соберутся, а мы потолкуем. И как это у них все получается? И работа, и учеба, и оркестр, и самбо зачем-то? Самбо тоже необходимо. Шероховатостей в городе еще много. Так они же не в милиции служат? Эти ребята рабочие. Они ведь везде хозяева. И на заводе, и в городе. Правда, разные люди бывают. Один вон себя кулаком в грудь бьет, кричит, я тоже работаю. Да ведь он для себя старается. Деньгу выколачивает. А другой всем людям полезен. Это еще заслужить надо, чтобы по-настоящему рабочим называться. Ну, ты сам поймешь со временем. Вот рабочая косточка в тебе окрепнет, и поймешь. А она всем нужна, эта рабочая косточка. Что инженеру, что академику, что милиционеру. Только ее нутром почувствовать надо. Сердцем. И тогда никакие болячки тебе не страшны. Ну, а насчет твоего плана, вот что я тебе скажу. Есть хорошая задумка насчет сварочного автомата. Вот поможешь Косте довести дело до конца? Всей бригаде добро сделаешь. Музыка нашего композитора Аскольда Шагайды поет Любовь Волошка. Сверкают в небе чайки над волной, Садятся на причалы заводские, И ждят ветра соленые морские Над нашей корабельной стороной. Не мы уходим в плаванье, Не нас волна зовет. Но знаю, в каждой гавани, В любой заморской гавани, Налекий нам зовет. Постой. Лялька обожает шампанское. Организуй пару бутылочек. Ну и по плитке шоколада. Давай. Ладно, держи. Потом сочтемся. О, прекрасно. Свободно. Пожалуйста, садитесь. Дедуля, нас пятеро, И мы очень-очень устали. А у вас уже немножко осталось, Вы можете и стоя допивать. Да это же хулиганство, Что вы делаете? Шпана какая-то. Вали отсюда. Вали, бугород. В районе Дикого пляжа? Там, где прогонный. А кто там из наших поблизости? Какой оркестр? Хлопцы Куприяныча. Ну, не народ надёжный, берите их. Так, да, ещё высылаю на помощь вам инспектора розыска. Да, новенький. Ну так как, хорошо тебе с нами? Хорошо. А теперь запомни, у нас есть такое правило, что решили, умри, а сделай. Неплохое правило. Ну, а сделал, забудь, если в ящик сыграть не хочешь. Кстати, тому мальчику, что адресок наш выболтал, жить осталось до выхода из колонии. Разыгрываете. Это серьёзно, Женя. Ну, а если я с этим адреском да в милицию? Помни, у нас предательство не прощают. Ну, это во-первых. А во-вторых, на этой квартире мы собираемся в последний раз, так что в милицию бежать не имеет смысла. Ты хотел попасть к Суперменам. Ну, а попал к нам, это одно и то же. Так что, дело теперь только за вступительным взносом. Деньги, что ли? Ну, это на твоё усмотрение. Можешь стариков потрясти, а можешь интересную идейку подбросить. Это у нас тоже ценится. Идея меня больше устраивает. Но одно условие. Государственное имущество не трогать, и честных граждан не обижать. Что ж остаётся? Церковь? Я не знаю. Надо подумать. Ну, что ж, думай, думай. А что надумаешь, передашь Ляле. На машинке. Три экземпляра под копирку. В одном. Собственно, ручно. И подпись. Вам в старику, а вы в седьмой. Ясно. О, здесь, кажется, живут. Сейчас проверим. Они. Я знаю. Мам! Знаю. Поесть бы! Где её носят? Ведь мы полностью раскрыли погребение возле Басовки. Как руководитель археологической экспедиции я категорически возражаю. Фанат. Да. Но как же можно приостанавливать работу? А если дождь? Погибнет материал, имеющий огромную ценность. Поймите вы, курган не ограблен. А это большая редкость. Представляете, какие ценности мы рискуем потерять? Да-да. Да. Почему? Нет. Нет, ну, почему мы должны ждать целую неделю? Женя! Здорово! Привет. Ты куда это собрался? В библиотеку. В техникум готовлюсь. Всё, электротехника? Конечно, мы сквозь тебе такой сварочный аппарат делаем, в любую щель пролезет, как жук. А ты чего это? Глубь веков? Это так. Чего ты такой? Варёный. Или та, которая из бранзы? Ну и что? Из золота, из платины. Не видел, лак говоришь. Так познакомь. Некогда мне сейчас. Ты не сердись. А свожусь через недельку, зайду. Пока. Женя, скоро домой придёт? Он уехал. Уехал? В турецкий поход. Давно? Спасибо. Спасибо. Соедините меня с подполковником Тимаковым. Подполковник Тимаков. Кто мне сейчас звонил? Голос как будто мальчишеский. Звонили из автомата. Благодарю. Одежь прогонный! Кончился твой прогонный! Всё! Кто-то повеселится сегодня. Почему сегодня? Может и не пробьёмся ещё. Что? Знаешь, почему мы здесь? Думаешь, за твоих сказочек, да? Какие там сказки? Скиф и народ удивительный. Ели золото, умирали на золоте. Не ценили его ни в грош. Конскую сбрую золотом украшали. А на слов золотые бляхи не навешали. Нам тоже по одной полагается. Это точно. А я верю в удачу. Не мог мой родитель ошибиться. Есть! Дошли! Будет у вас вступительный взнос. Это ручка тамфоры. А в ней! Наконец-то! Майян, дать сюда! Дошли! Амфора! Амфора! Игра сделана! Можно подсчитывать мозоли. Это, выходит, не царское погребение. Это простой скиф. Значит, все. Это простой скиф. А золото у них. Ах, ты ж гад! Власти! Похоронить мы его всегда успеем. Мы же так не договаривались. Что здесь происходит? Документы, птенчик? Нету. Фамилия? Мишута. Кто с тобой был? Не знаю. Забыл от страха. Откуда они? Не знаю. Из чего? В милиции вспомнишь. Иди за мной. Откуда они? Не знаю. Ладно. Вставай и без глупостей. Скиф, воробышек. Не люблю дешевых розыгрышей. Посмотрим, как тебе это понравится. У меня готово. Ну, включай. Могу и под магнитофон. Записывайте. Если экспедиция ничего не даст, а этого не может быть, я готов выполнить любое ваше задание, чтобы вернуть все деньги. Вы просто не понимаете, как это будет интересно. Скифа, это же столько золота. Твоя болтовня? Моя. Петрусь, а сколько мы там истратили на него? До сотни две наберется. У меня нет столько денег. Щенок выбракованный. А ну, мотай отсюда. Мотай! Куда? На песочек. Зачем? А за пленку папа заплатит. Пускай полюбуется, как он птенчика выкормил. Не надо. Я все сделаю. Я слово сдержу. Посмотрим кассету. Я редко ошибаюсь. Бери. А слово сдержу. Молодец, лялька. Хорошего пацана полюбила. Ее не троньте. Молчи мне. Общий план раскопок. Фрагменты керамики. Отпечатки рук на стене. Отпечатки кед. 43 размер. Следы от машины. Более четкого отпечатка. Протекторов нет? Нет. Одно точно, Волга. Мало. Курите? Спасибо, я сигареты не курю. Можно трубку? О, настоящий комиссар Мегре. Вот. Вот у этих двоих собственные Волги. Надо будет их потревожить. Павел Николаевич, это ведь наш тренер Чиряев. Совершенно верно. Наш тренер Чиряев. Придется его потревожить. Это вы по кличке решили? Раз чемпион, значит спортсмен. Что-то тут... Что, жидко? Было бы жидко, если бы не одна мелочь. Все свидетели показывают, что парни дрались очень технично. Кто-то же научил их этим приемчикам. Это другая компания. Вы так думаете? Я в этом не уверен. Очень удобное место для преступника. У него на ковре то дружинники, то милиция. Один слово скажет, другой. А для него информация. Так что... Действуйте, Мегре. Действуйте грубо. Если он человек честный, он не заметит. Ну а если... Здравствуйте, товарищ Чиряев. Здравствуй. Я пришел предупредить, что сегодня наша группа заниматься не будет. Очень плохо. Скоро городские соревнования вы пропускаете. Это не дело. Не всем же быть чемпионами. Настроение у вас не бойцовское. А что, собственно, случилось? В степи курган раскопали. Ровнее будет. Из-за этого переполох? Ученые расшумились. Вся милиция на ногах. Волгу ищем. Кто-то из этих археологов приехал на машине и оставил след от протектора. Ну, всего хорошего. Будь здоров. Да, спокойно поехал. Петрусь, после дачи сразу же к старому блиндажу. Понял? Петрусь, сидят ведь где-то птички. Заглох у самого гаража. Пошел за инструментами. Вероятно, чинить будет. А там нет другого выхода. Проверил? Эх, мегре-мегре. Тебя же к званию представили. Виноват, товарищ подполковник. Но я его найду. Только не отстраняйте от операции. Где ты его найдешь? Как? Не знаю. Но найду. Разрешите идти? Куда? Учти, что подстрекатели чужими руками работают. К чемпиону этому надо подбираться с другой стороны. Вот что. Берись-ка ты за волосатиков этих. Думаю, что они приведут к нему. Должны привезти. Правильно, товарищ подполковник. А где они, волосатики эти? Вы знаете? Знаю. Только не спугни их. До встречи с чемпионом. Невидимкой буду. Разрешите идти? Оружие возьми у дежурного. На всякий случай. Есть, товарищ подполковник. Мегре. Ну как, автомат заменили? Обещали после обеда. Наверное, Славка побежал поторопить. Глянь. Что, уже заменили, да? Нет, сам починил. А кто включил аппарат? Я. Аскольд выключай! Так я же попробовать хотел. В пельменной уже попробовал. Да что ж... Тихо, тихо, тихо. Глеб о тебе беспокоится. С электричеством шутки плохи. Прихватит, один дым от тебя останется. Ну, какое же здесь напряжение? Эдисон. А во-вторых, с обеденным перерывом не я придумал. Так я молоко пил. Рабочему человеку сила нужна. Ну, марш в столовую. Ты в ресторане бывал? Нет. Сегодня состоится. Форма одежды парадная. Поздравляем! Спасибо! Поздравляем! Спасибо! Ребята! Гори покрепче, чтоб навек! После ресторана к бабушке обязательно. А когда последняя электричка? А я на что? Сегодня я извозчик. А пить мне все равно нельзя. Врачи. Скажите спасибо мне. А че это вдруг? А то был бы не ресторан вам, а патрулирование на всю ночь. Ну и Куприяныч, в портком сразу. Свадьба, говорит. Пожалеете, ребят, со вчерашнего дня не ели. А что там опять случилось? А скифского царя обокрали. Да нет, серьезно. Разрыли курган. Археологи целую бурю подняли. А говорят, какие-то мальчишки из нашего города. Жень! Здоров! Ты же в туристский поход отправился. Вернулся, что ли? Со стариками моими общался. Звонил. Ну как там? Не спрашивал. А голос у мамы нормальный. Нормальный. Кончилась, Славка, нормальная. Я все знаю. Сомневался, а теперь знаю. Что ты можешь знать? Все. С окраблением кургана ты придумал? Книжки вспомнил. Курган чепуха. Слово я дал, понимаешь, слово. Какое слово? Неважно, какое. Кому? Это золотой, да? Идем. Куда? Позвоним Тимакову. В милицию? Ты и меня в милицию? Женька, ваши всех ищут, понимаешь? По всему городу, лучше самому. Не найдут, если ты не выдашь. Найдут. Не найдут? Найдут. Да ты пойми, я уеду. Мне только слово выполнить. Один раз и все, крест. Не отпущу, идем звонить будем. Слушай, ты, когда тебя взяли, ты продал кого-нибудь? Я тоже не из таких. Дурак, это же разные вещи. Отстань от меня, никуда я не пойду. Звони сам в милицию, если хочешь. Тебе, может, уже и свисток выдали. Посвести, пусть задержат. Ну что, молчун, да молчался? Какой же ты, Женьки, друг? Выходит, что Женька мне дороже, чем тебе. Отреском его раздразнил. Заметил, что с другом что-то неладное творится. И умолчал, как тогда с пельменной. Вот и скатился парень по твоей вине. Ну, не корей, ошибся, хлопец, исправится. Он же по молодости. Ну да, по молодости. Ты, Куприн, все в няньках ходишь. Вот у меня сегодня тоже один по молодости. Чемпиона упустил. А ведь второй месяц служит. Юридически и закончил, а практически. Что мне прикажешь делать? Как что? Учить человека, подсказать. На то ты и подполковник. А ты, сынок, постарайся-ка вспомнить все, что Павел Николаевичу поможет. Ничего больше не припоминается. Что Женька обещал? Молчать или сделать что-нибудь? Не сказал. Похоже, что сделать. Один раз и все. Крест. Завтра же уеду. Так и сказал? Да. Завтра. Значит, сегодня ты можешь потерять друга. Как? А вот так натвори бед со своим дурацким словом. И все. Адрес его не напутал? Нет. Так, значит, любимые места. Причальная бочка, водная станция и грибок на пляже. А еще? Мы все море любим. Что же я по-твоему? По всему морю посты расставлю. Дежурного ко мне. Дежурного ко мне. А, очень рад. Очень. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Четырнадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Семнадцать. Хозяин деньги из дому не выносил? Не выносил. Ты все приготовил? Да. Вот, можешь проверить? Сам понесешь. Не могу. Отпустите меня. Зачем я вам? Какой я ас? Зря старались. Не помогло лекарство? Не надо. Не надо. У меня мама. Я работать пойду. Только отпустите. Половину буду отдавать всю жизнь. Скажите, чемпиону рта не раскрою. Уйдем отсюда. Дальше противно будет. Не переживай. Я тоже сначала нервной была. Привыкла. Заставили привыкнуть. Чемпион к чему угодно приучит. Откройте, мерзавцы! В чем дело? Война одного подонки! Уже двое! Это твоя клятва. Учти. Второй экземпляр для папочки. Но оно, птичка. Подлечили малость. Ну а ты, Стасик, умойся. Приведи в порядок комнату. И не расстраивай больше мамочку. Приведу. 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 Держите его! На улицу не выпускайте! Стой! Помогите! Стой! Стой! Помогите! Степа, в переулок! Они забрались с целью грабежа на дачу, напали на хозяина, могли убить, но тут я себя и обнаружил. Пришлось вмешаться, человек ведь... Правильно сделали. Чем сейчас занимаетесь? Я на патрульной машине с оперативным комсомольским отрядом, веду поиск. Высылай в ваш район ещё одну машину, пересадите туда двух комсомольцев. Понял, товарищ подполковник. Смотри там поосторожней, Мегре. Его не зря чемпионом зовут. Понял? Дай сюда! Без чемпиона не трогать! Всех блиндажу! Спокойно! Ну-ну! Очнись, бежим! Я своё сделал крест! Не дури! У тебя крест есть, как у Стасика! Замолчи! Тише ты! Услышат! Мне всё равно! А я в тюрьме сидеть не хочу! Ты меня не любишь? Ты мне веришь? Я своё слово тоже сдержу. Завтра мы будем далеко. Ты пойми. Я их просто боюсь. Замолчи! Где машина? Деньги где? Да у ляльки! А она там с этим птенчиком! Машины не будет. Придётся нанимать транспорт. Понял. Машина! Машина! Стойте! Стойте! Паскуда! Ещё одна! Стойте! Стойте! Остановитесь! Вам куда, девушка? Мне в больницу. Ну, садитесь. Спасибо большое. Только дело в том, что у меня там брат, он вывихнул ногу, лежит в кювете. Вы не поможете ему добраться до машины? Ну что ж, пойдём. А где же он? Дрянь! Подлая дрянь! Слава! Батя! Держись! Славка! Сзади! Папла! Портфель! Давай! Продал, гад! Стой! Стой! Батя! Батя! Стой! Иди! А Славка где? Они ж вместе были! Где Славка? Славка где? Живой! Машина! Там чемпион! Чемпион удрал! Сообщите по рации, перекрыть шоссе! Есть! Руки! Жигули в сфере видимости, скорость 100! Ясно, в самый раз поспели! Ну что ж, постараемся без силы! Из стрельбы! Понял! Долго же я за тобой гонялся! Чемпион! Не надо! Не надо! Брось оружие! Руки! Кончай свою науку, сынок! Прозеваешь! Не прозеваю! Еще не то играют! Не то! И надо же было остановиться! Сиди вот теперь в четырех стенах! Нечистая сила! Кого это вы, батя? Кого, кого! Вот ту девку, которая руками махала! Правильно! Если бы тогда не остановились, все было бы нормально! Нормально! Чего нормально? Ты сиди и занимайся, не подслушивай! Советчик какой нашелся! Нормально! Все равно остановлюсь! И никакие тимаковские волосадьки из меня пуганные вороны не сделают! О! Легок на помине! Добро вспоминали или ругали! А за что тебя хвалить? Как за что? Приглядись вокруг! Чище у нас в городе стало! Изрядную кучу мусора убрали! А Женька как? Что как? Судить будем! А пока... Куприянович, может возьмешь к себе парня в бригаду? Освободили его до суда из-под стражи? Да ты что? Что же у меня? Жень, заходи! Жень! Проиграл я, Славка! Окончательно проиграл! Не надо об этом! Бери! Мы плота поднимаем якоря, Мы морю служим преданно и свято, И потому, наверное, ребята, А вот нас корабелами не зря! Где мы уходим плавание, Не нас волна зовет! Но знают в каждой гавани, В любой заборской гавани, Далекий наш завод! Нас волна зовет! Где мы уходим плавание, Нас волна зовет! Но знают в каждой гавани, В любой заборской гавани, Далекий наш завод! Гавани! Гавани!